итак дорогие друзья добрый доброе утро доброе утро шалом бонжур hello мы продолжаем изучать тору слава богу нас есть такая возможность изучать тору самое высшее знание в мире которое только есть нет в мире большего знания чем тора потому что бог создатель мира он нам ее дал не это удивительная вещь как повезло нам что мы можем ее изучать яков шатадин что даже мы не знаем какая у нас есть прям огромная сила потенциальная все потенциальная сила потому что интересно это для меня информация вот прям она очень многое говорит о человеке что у ребенка которая рождается у него в два раза больше нейронов в голове чем у взрослого человека а почему а потому что у него активизируется часть нейронов в зависимости от запроса то есть человек это как компьютер и вот например маленький ребенок если его положите не давать ему двигаться то у него не активизируются какие-то нервные системы которые отвечают за движение потому что он их не задействует если ребенка до 9 лет не учить разговаривать он не будет разговаривать у него не задействуются те нервные объемы до которые потом выстраиваются вот в эти вот системы для разговора и получается если взрослого человека в два раза меньше в два раза меньше вот этих вот нейронов чем у ребенка новорожденного получается что мы половину своих способностей даже не задействовали не то что мы их не развили а вы просто их не включили мы про них не знаем одна из таких способностей например пророчества известно что пророчества нет уже после после построения второго храма начало второго храма исчезла пророчества но осталось то что называется руаха кодиши руаха кодиши так как святой дух это осталось наше время но чтобы его развить себе это надо тоже очень серьезно работать хорошо значит а пока месть пока месть мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона и в на прошлом уроке в 18 отрывке мы остановились что лифней шевер гаон перед шевер это когда разрушается сокрушение перед сокрушением гаон вознесения такая гордость в лифней тишалон гваруах и перед тем как споткнуться начинается высокомерие до высокомерие признака спотыкания я сейчас вспомнил как раз хороший анекдот который это иллюстрирует что проводили статистику оказалось что в травмопунктах ну травмопункты туда привозят травмированных 50 процентов туда попало после слов смотри как я могу а это высокомерие как раз а вторые 50 процентов они попали после слов это это разве это ты можешь смотри как надо то есть это как раз вот то что здесь написано в этом анекдоте иллюстрируется что перед спотыканием есть высокомерие то есть когда человек говорит смотри как я могу и пытается что-то там продемонстрировать это высокомерие как раз и после этого попадают травмпункты хорошо теперь вот я такого никогда не видел раиза резванова она рекламирует бригаду из таштента для ремонта очень интересно здесь и мы изучаем тоже здесь нельзя рекламировать пожалуйста не рекламируйте строительная работа хорошо значит 19 отрывок 19 отрывок он звучит так то в шваль руах это она вим мир михалек шалаль и царь соломон который был великим царем он нам здесь советуют что лучше быть смиренным смиренным духом то есть не выделываться и быть со скромными людьми вместе в одной компании и самому быть скромным и быть в компании со скромными людьми чем разделять добычу с высокомерными что это значит значит по простому здесь нам показывает показывает еще раз он вот эту идею это одна из главных идей торы что она вас скромность она она лучше чем высокомерие почему вот смотрите высокомерный человек он все время он все время в конфликте то есть он себя поднял он говорит я крутой мои правила жизни самые лучшие мои правила жизни самые крутые и он все время вступает в конфликт в с окружающими людьми причем эти конфликты они иногда кстати интересно когда ты кого-то критикуешь есть прям статистику когда-то делал дейл карнеди он говорит когда ты кого-то критикуешь то ты выиграть не можешь никогда то есть или оправдается или на тебя же обидится то есть те кто критикуют те которые других пытаются изменить те которые другим объясняют всю правду в лицо у них у них жизнь очень сложная то есть у них жизнь очень сложная они постоянно в конфликте в военных действиях теперь и даже если человек он думает вот смотрите вот эти вот ребята они выделаются они они такие вот как было например в когда была в украине прошлой был майдан да был майдан и люди поднялись люди там ночью каждый на своем на своем каком-то был очень мнение и уверенности и вот я сейчас знаю нескольких людей которые они в то время они настолько верили в эту всю идею а потом власть поменялась им сейчас и в россию не въехать и сейчас того же порошенко который был у них главный президент украины его на допросы вызывают может тюрьму посадят то есть мы видим что те люди которые продвигают свою идею причем они делают это высокомерно то у них есть потом очень сложная ситуация значит царь сам он нам сказал лучше быть скромным и работать со скромными чем разделяет добычу то есть добыча это показывает что ты где-то воевал где-то ты забрал ее с высокомерными то есть за все надо платить это 18 отрывок 18 отрывок теперь дальше 19 отрывок вот 19 отрывок а мы сейчас 19 прошли 20 отрывок он просто вот те кто его сейчас услышат они значит те кто сейчас вот этот вот 21 20 отрывок они сейчас его услышат и поймут у них прям может открыться новый этап в жизни новый этап жизни значит послушайте написано так мастерь аль давар им садов тот кто размышляет мастиль это как от слова интеллект c cfl это мастер аль давар им садов тот кто размышляет обдумывает свои дела найдет добро написано да тут а обдуманный рациональный просчитывает высчитывает и так далее, он найдет добро. Убутэх баашем ашраф, а тот, кто полагается на Бога, он будет счастлив. И вот тут очень интересно, очень интересно прямо, это глобально два разных подхода к жизни. Два разных подхода, давайте в них разберемся. Значит, мастиль альдовар имцатов. Все люди хотят найти для себя добро. То есть все люди, вот кто бы что ни делал, ну что, пойдем водки купим, пойдем, а зачем? Ну классно нам будет, хорошо нам будет. То есть они идут не за водкой, они идут за тем, что было им хорошо, за добро, как они его понимают. Другой говорит, пойдем Тору поучим, пойдем, а зачем? Ну поучим Тору, будет нам хорошо. Преступники, пойдем банк ограбим, а зачем? Ну будет нам хорошо, ограбим банк, будет нам хорошо. Пойдем там, поможем каким-то бедным обездоленным, детям в детдом. А зачем? А будет нам хорошо. То есть все люди, которые что-то собираются делать, у них у всех одна идея, чтобы им было хорошо. Все люди стремятся, чтобы им было хорошо. Теперь дальше. Но что такое хорошо и что такое плохо? Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо? Вот здесь начинается очень много расхождений. Что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, что такое плохо, И из-за того, что мнение людей очень субъективный, и то, что кажется ребенку хорошо в детстве, ему же кажется уже, когда он уже в среднем возрасте, уже ему нехорошо, когда он старше, оно ему кажется тоже нехорошо, а когда он старый, ему кажется тоже нехорошо. То есть из-за того, что субъективное понятие добра, оно постоянно меняется, то логично признать, что есть Бог создатель мира, который вот создал, помните было это, дерево познания добра и зла, и Бог сказал, это дерево познания добра и зла, от него трогать нельзя. То есть я сказал, вот это добро, вот это зло, все. То есть ты человек, ты не можешь менять местами добро и зло. Понятно? Понятно. Значит, и добро это добро, зло это зло, тут тоже понятно. Теперь, когда человек, когда человек мастиль альдовар, тот, кто обдумывает свои пути, то есть он учит Тору, он рациональный, он советуется с мудрецами, он знает, что такое добро по божественному, по тому, как Бог сказал, что это добро, то есть такой подход к жизни, он гарантирует человеку, что он найдет добро. То есть если он размышляет, думает, советуется, делает все правильно, он найдет добро. Теперь, ну это что-то больше, чем добро. Больше, чем добро, это счастье. Счастье это, когда человек испытывает радость от того, что он счастлив, у него все хорошо и так далее. И написано здесь, что тот, кто ботех бешим, тот, кто полагается на Бога, он будет счастлив. Теперь, в чем разница? Тот, кто полагается на свой интеллект, то интеллект это очень ограниченный аппарат такой, да, то есть он что-то может все равно забыть, что-то он может не учитывать. Понятное дело, что если ты считаешь, советуешься, у нас есть знакомые, они планируют свою жизнь там на годы вперед, у них на годы вперед расписано, уже куплены билеты, они прям все-все-все планировали, и они очень организованные люди. Но сейчас вот этот коронавирус, карантин, и их планы, они разрушились, да. Теперь, но есть второй способ, который называется ботех башим, он будет счастлив. Тот, кто полагается на Бога, он будет счастлив. Тот, кто полагается на Бога, он не обдумывает, он вообще не думает. Ему зачем думать? Мы учили в третьей главе в Мишле, был такой отрывок, что... Был такой отрывок, что... Птах эляшем беколи беха, положись на Бога всем своим сердцем, валь бенатха аль тишейн, а на свою сообразительность не полагайся. Есть еще много отрывков на эту тему, что, например, Абутех башем, тот, кто полагается на Бога, хэсет будет его окружать, милосердие будет его окружать. Теперь, что это за способ жизни, когда человек полагается на Бога? Он говорит, секундочку, что буду обдумывать, что будет завтра, послезавтра, через месяц, я не знаю. Я знаю, что я полагаюсь на Бога, Бог это хозяин мира, я вообще для меня главное это полагаться на Всевышнего во всех своих поступках, желаниях. У меня первый вопрос, вот как был Равицкак Зильберзе, хранат Садик Левраха, у него был всегда вопрос, значит, что Бог от меня хочет? И он полагался на Всевышнего, что Всевышний ему сделает все, что нужно, главное полагаться на Всевышнего. Есть одна история с ним, которая как раз иллюстрирует этот отрывок, вот идеально, что тот, кто мастиль альдовар имцатов, тот, кто размышляет над вещью, найдет добро, но тот, кто полагается на Бога, будет счастлив. Значит, Равицкак Зильберзе, хранат Садик Левраха, он жил в городе Казань, его папа был Рав Казани, он родился в 1917 году, но уже, так как 1917 год была революция, то Евсекция, коммунисты и так далее, они запрещали религию, и в Казани было очень сложно, и вот он рос в Казани, рос, папа его умер, он сам стал, значит, исполнять, как бы тайно функции раввина, и всем помогал, ну, то есть, он был такой святой человек. И вот наступает 1950 год, он женат, у него есть дети, он очень тяжело живет, потому что он работает учителем, жена работает учителем, а семья, дети, он все деньги, которые зарабатывает, помогает людям, то есть, он такой праведник, один из 36 скрытых праведников, в заслугу которых существует мир. Почему это скрытые праведники? Потому что они как раз знают, что самое главное качество – это скромность, то есть, у них нет вот этого высокомерия, и они скрывают все свои хорошие дела, свою святость, то есть, они, наоборот, они очень сильно скрывают свою праведность и свой уровень высокий, а не показывают его. И вот ситуация, 50-й год, жена ему дает 5 рублей, обычно жены в еврейских семьях ведут вот эти все финансовые дела, час, часто, и она ему дает 5 рублей и говорит, иди заплати за свет. Он, значит, выходит из дома, и, а у него был долг, он должен был одному человеку 5 рублей как раз, и другому человеку 5 рублей. И он, я не помню, или я от него слышал, или я читал это, он где-то полчаса, он думал, Мастиль Альдавар, он размышлял, кому отдать, или отдать тому, которому он раньше занял, то есть, по времени, но у него все хорошо, ему деньги не нужны, а тому, у кого он позже занял, и у него плохая ситуация, у него нет денег, ему нужны деньги, и он думал, как правильно сделать. Тому, у кого я первого занял, или у кого я второй, и он вот эти размышления, он думал, 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 в общем, кому-то он потом поехал, что-то он решил. Приезжает он к тому, которому он решил отдать деньги, я не помню, какой выбрал он из этих двух людей, отдать ему деньги, а его там ждет милиция. Того человека арестовали по какому-то обвинению, и все, кто к нему заходил, арестовывали, и Равзильбера арестовали, поехали к нему домой с обыском. И он, приехали к нему с обыском, а у него дома, один еврей, 60-летний, хранил свои сбережения, которые, эти сбережения он вкладывал в облигации. В то время государство, оно побуждало людей покупать облигации, прям заставляло, выдавали часть зарплаты облигациями займа государственного, и потом разыгрывали какие-то, какие-то там призы можно было выиграть. А богатые люди, они покупали эти облигации, чтобы потом, они же не могли, все в то время нажитые деньги, они были незаконно нажитые. Ну, по советским законам нельзя было много зарабатывать. И те люди, которые как-то зарабатывали, они покупали на эти деньги облигации, чтобы потом, если они выиграют, то они, получается, что они там машину выиграли, еще что-то. Ну, то есть, это законно к ним пришло. И у Равзильбера лежала огромная сумма в этих облигациях чужого человека от другого человека, еврея пожилого, который зарабатывал, зарабатывал, как, знаете, есть анекдот, когда Рабинович уже пожилой такой, ему лет 80, и он говорит своему там приятелю, говорит, слушай, Сема говорит, я всю жизнь копил на черный день, я всю жизнь копил на черный день, и говорит, я столько скопил. Когда уже наступит этот черный день, чтобы потратить? Я говорю, столько скопил, чтобы просто нереально. Когда же этот черный день наступит? Так вот, вот этот пожилой еврей, он хранил у Равзильбера, потому что он был честный, хранил деньги, и не деньги, а облигации. Пришла милиция, нашли, и говорят ему, откуда это все? Он говорит, это мое. А Равыцкак, он решил, что он не может сказать, что это того еврея, потому что он пожилой, если его арестуют, то он может погибнуть. И он получится, что своими действиями он его как бы сдал милиции, и все. Хотя он имел на это право. В общем, он сказал, деньги мои, все, я собирал. Милиция ему говорит, где твои, ты учитель в школе, мы знаем всех, кто там что-то мутит, и ты честный, мы знаем. Он говорит, нет, деньги мои. Его арестовали, держат его в тюрьме, тот, чьи были деньги, он приходит к нему, и приходит в милицию, и говорит, отпустите его, деньги мои. Решил, тоже его как бы совесть, вот заставила прийти в милицию. В общем, их обоих посадили, за групповое преступление. И вот они сидят в ладере. Три года Равыцкак отсидел в ладере, до 1953 года, пока не умер Сталин. Сталин, кстати, умер в Пурим. Но, когда он сидел в ладере, есть много историй про него, есть много историй про него, как в ладере, он уже тогда, его бетахон, его вот эта вот степень полагания на Всевышнего, она была выше, чем любые размышления. Когда его переводили из ладеря в ладерь, он проносил там тфилин, он устраивал Песах в ладере, он ни одной заповеди не пропустил, в ладере он организовал там уроки тор и все. То есть, в чем идея? Есть способ жизни, когда ты мастиль альдовар, и ты ищешь добро, но ты никогда не знаешь, как ты найдешь добро. И иногда для Бога сделать человеку неприятности, это значит, как написано в третий день, мы говорим, после молитвы, есть такой псалом, из псаломов царя Давида. Счастлив человек, которому Бог дает страдания, чтобы привести его к торе, которая спасет в период больших действий, бедствий. То есть, получается, что иногда то, что человеку кажется плохо, на самом деле это для него добро. То, что кажется для него добро, оно может быть для него плохо. Поэтому способ, когда ты размышляешь, высчитываешь, он в принципе тебя может привести к добру. Но иногда это добро приходит каким-то путем человеку вообще непонятным. То есть, приходит добро, я, например, для того, чтобы стать религиозным, должен был потерять все свои деньги. Человек один мой знакомый, который очень религиозный, который, можно сказать, меня, очень сильно на меня повлиял, он стал религиозным в тюрьме, когда сидел по какому-то обвинению, ему грозило там огромный срок, и он в тюрьме, он говорит, я так молился, что просто нереально. И меня прямо из зала сюда отпустили. Он с тех пор цадик, религиозный, все. Но иногда для того, чтобы привести человека к Богу, то Бог ему делает такой набор испытаний, что это, ну, не дай Бог никому. Теперь, но тот, кто полагается на Бога, тот, кто верующий, он всегда будет счастлив, потому что он знает, что что бы с ним ни происходило, это Бог его ведет. Он все время в своих мыслях, он с Богом, и каждое действие его, он не боится, он даже не высчитывает ничего. Это называется бетахон, то есть он будет все отлично, с Божьей помощью прорвемся, все будет хорошо. И обычно Бог этим людям очень сильно помогает, потому что даже если мы представим ситуацию, что какой-то человек, там ребенок какой-нибудь, да, и он полностью вам доверяет от всего сердца, и знает, что вы ему ничего плохого не сделаете, то тогда у любого человека к нему как бы такое же отношение идет. А есть люди, которые вот сразу заранее начинают подозревать, так человек, который боится, что ему Бог сделает плохо, он как бы заранее, заранее подозревает Бога, что Бог хочет ему плохо. И само по себе такое отношение к Богу, оно, оно не доставит, ну, оно неправильное. Поэтому человек должен полагаться на Всевышнего, верить, что Бог ему хочет только добра. И вот эта его вера, она, это лучший, лучший, лучшая гарантия, лучшая страховка в жизни. Как говорил царь Давид, что даже если я буду идти долиной смерти, гамки-элег-бегэй-цалмавэд, ло-эра-ра, не случится со мной зла, почему? Ти-а-та-и-мади, он Бог говорит, ты со мной, какое зло со мной может случиться? Даже если будет какая-то опасность, есть в Талмуде, тоже, что если меч острый переставлен к твоей шее, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего и чудеса, возможно, в любой момент. Все. Значит, по крайнему мнению, вот это Адамир спрашивает, можно даже не делать все от тебя зависящее, можно просто полагаться на Всевышнего, делать что-то, и он тебя вытащит, если ты реально на него полагаешься. Все, друзья, удачи, успехов, всем прекрасного, хорошего дня, шаббат, шалом, полагаемся на Всевышнего, и будет все отлично. Но помним, что тот, кто осмысливает свои поступки, он найдет добро. Все, пока.